Слава Украине! Героям слава! Приветствую от Полонского! И отличные новости из Швейцарии. В Швейцарии в городе Лугана продолжается двухдневная конференция по послевоенному восстановлению Украины. В отличие от смехофорума, который прошел в расистском Санкт-Петербурге, где собрались талибы, фашисты и какие-то мутные личности из подворотен, сюда приехали настоящие бизнесмены, вся элита мирового бизнеса. Здесь также украинский бизнес присутствовал, который почему-то находится в Швейцарии, а никак не в Украине. Ну ладно, кстати знатно патролил Зеленский, объяснив им, где их место, и где они общие должны находиться, если они хотят принять хоть какое-то участие в послевоенном восстановлении. Ну так вот, собственно говоря, о чем договаривались. Прежде всего, был выработан системный подход к восстановлению Украины. То есть, что пойдет, зачем. Сначала будут восстанавливаться ведущие предприятия, инфраструктуры, мосты. Во вторую очередь, пойдут проекты, которые нужны на местном уровне. И вслед за ними пойдут капитальное восстановление жилья. Также, в первую очередь, пойдет временное жилье для переселенцев. Понятно, у нас их миллионы после рашистской агрессии. И также очень сильно оговаривалось восстановление энергетики. Энергетика относится, в принципе, к инфраструктурным проектам. Но интересно следующее. Поскольку в оккупированных рашистами районах и прифронтовых районах практически все разбито, и в том числе объекты энергетики, то восстанавливать, скажем так, то, что было до этого, нет никакого смысла. То есть, вот эти вот тепловые электростанции, которые там шарашили на угле, на газе, на рашистском, это все в прошлый век, это восстанавливаться не будет. По всей видимости, везде будет зеленая энергетика. То есть, Украина, наверное, станет одной из первых стран мира, которая по большей части, я не говорю полностью, конечно, но по большей части будет переходить на ветроэнергетику, солнечную энергетику и так далее, и так далее. А что произойдет, если мы будем переходить на зеленую энергетику массово? Правильно, она подешевеет. В настоящий момент она довольно дорогая, но это по одной простой причине. По одной простой причине. Там, во-первых, там две причины было. Первая причина, это была, конечно же, коррупция, потому что отдали рынок там одной-двум фирмам, и они, давая задирать цены, соответственно, наши красавцы-чиновники были в доле, и это выглядело таким образом. Сейчас это будет большое количество иностранных предприятий, большое количество ветрогенераций, большое количество солнечной генерации. Это, прежде всего, Запорожская область, Донецкая область, Херсонская область, Николаевская, Одесская. Это все будет там. И, соответственно, когда этой энергетики станет много, она будет дешевле. Но это закон, это элементарная вещь. Я уже молчу за экологию, молчу за все остальное, и молчу, самое главное, за зависимость от невозобновляемых углеводородов, зависимость от российской газовой трубы. Все, с газом надо прекращать. У нас есть приблизительно 20 миллиардов добычи, это для внутреннего употребления, я имею в виду для домогосподарств, для хозяйств, для жилого сектора. Все, хватит. Все остальное переходит на зеленую энергетику, либо на атомную, либо на гидр, которую у нас никто не отбирал. Таким вот образом мы одним махом... Все равно, понимаете, вот нет худа без дороги, а все равно получается, что у нас как бы это разрушено. И еще раз говорю, восстанавливать то, что не экологично, восстанавливать то, что не имеет смысла восстанавливать, оно все равно уничтожено. Так какой же смысл восстанавливать гадость? Это как вот в Мариуполе, когда будем восстанавливать Мариуполь, та же самая картина. Есть ли смысл восстанавливать хрущевки? Есть ли смысл восстанавливать там разбитые хрущевки где-то в Гастомеле или же в Чернигове? Конечно же нет. Будут там, об этом тоже говорили, будут строить нормальные дома по новым проектам. То есть эти все города будут выглядеть как иголочка, красивенькие, новенькие, чистенькие. Вот, собственно говоря, и все. Также шла речь о возобновлении работы или восстановлении промышленных предприятий. Боюсь я, что вот этой вот грязной промышленности, которая пыхтела и заражала воздух, делала его красным в некоторых городах, я думаю, что уже не будет. Будет это все выглядеть совершенно по-другому. Ну, потому что раньше, ну как, ну вот этот завод стоит, на нем работает 10 тысяч человек, ну как ты его модернизируешь? Да никак, собственно говоря. Вот, а теперь этот завод, грубо говоря, снесли, да? Худо-бедно, расшисты взяли его и снесли. Значит, какой нужно восстанавливать на его месте завод? Современный, совершенно правильно. Вот и все. Собственно говоря, что самое главное в этой конференции Лугана? Это конференция настоящих инвесторов. Это конференция действительно ведущего мирового бизнеса. Туда собрались буквально все. Эта конференция полностью поддержана Евросоюзом, потому что все руководство Евросоюза было на месте. И эта конференция, которая заложила основы комплексного восстановления Украины. То есть не там кусок, сям кусок, а комплексного всего и сразу. И описала, или, скажем так, подсчитала приблизительно суммы, которые необходимы на восстановление Украины. Это где-то, ну, по скромным подсчетам, то, что они сказали от 500 до 750 миллионов, извините, конечно же, миллиардов долларов. Второй вопрос они там описали тоже, и этот вопрос поднимался, откуда брать эти деньги. В принципе, для Евросоюза эти деньги не заоблачные. То есть там не так-то страшно. Но уже поднялся вопрос, и вполне себе всерьез, о том, что эти деньги будут взяты у фашистской России. Соответственно, за все, ну, по крайней мере, за большую часть этого всего заплатит Россия, тем паче, что далеко ходить не надо. Эти деньги уже физически находятся в Евросоюзе. И прямо сейчас каждая страна ищет по-своему, исходя из своей юриспуденции, ищет способ вот эти замороженные российские деньги отправить во пользу Украине после ее освобождения и на ее восстановление. Это все уже в процессе работы, как я вам рассказывал, что там кричали, что нет, этого никогда не будет. Это уже в процессе работы. Канада, Великобритания этим уже вплотную занялись, Штаты уже вплотную занялись, Евросоюз сейчас вплотную занимается. То есть, если вы думаете, что вот эти 500-750 миллиардов Евросоюз полностью вывалит сам, за них заплатит Россия. Слава Украине!